Во дворе школы номер 3 Вологда расположилась Бываловская деревенька. Арт-объект был создан в 2016 году по инициативе школьников, родителей и педагогов. В мини-деревне обитают гуси, коза и извозчик на телеге. Стоит мельница, колодец, растут цветы. И название такое интересное придумали, потому что Бывалово, сам микрорайон, появился на месте бывшей деревни Бывалово. И мы хотели бы, чтобы вот это название, оно осталось и символизировало, чтобы мы не забывали о том, что наше начало – это именно Бываловская деревенька. Наш вот этот объект, Бываловская деревенька, воспитывает в детях красоту, любовь к малой родине, к микрорайону своему, к городу. С каждым годом арт-объект расширялся. Сначала появились колодец и плетень. На следующий год были установлены таблички с названием и указатели. В 2019 году один из родителей соорудил деревянную мельницу и телегу с козой, на которой сидит извозчик. Не отстает от школы и детский сад номер 99 «Почемучка», который находится по соседству на улице Ярославская, 22А. Каждый год воспитатели и родители высаживают клумбы. Клумба оформляется и детьми, и родителями. Все принимают активное участие, выращивают рассаду, высаживают ее, ухаживают за ней, вносят какую-то свою изюминку. В цветниках садика растут разнообразные цветы – бархатцы, петунии и рисы. На самых больших клумбах живут герои сказок и произведений. С одной стороны – колобок, с другой – кот ученый из поэмы Руслана Людмила. Жители домов также с энтузиазмом откликнулись на призыв к участию. Под окнами дома на улице Костромская, 10, в Алакжане посадили цветы по всей длине здания – флоксы, мальвы, георгины. Красивые цветы высажены во дворе дома на улице Псковская, 9А. По инициативе одной из жительниц дома, Зои Капустины, несколько лет назад там появилась большая клумба. На каждый год это делают они. Раньше тут были деревья, какие-то кусты, заросшие, все такое непонятное. А потом они все это привели в порядок, убрали все кусты, попросили управляющей компании, чтобы все деревья убрали, кусты все лишние, им привезли землю. И вот они практически с нуля разработали эту клумбу. В областной столице продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе «Цветущий город». Присоединиться к нему могут все желающие – школы, детские сады, ТОСы, ТСЖ, организации и предприятия. Заявки можно отправлять до 20 сентября. Все работы отсмотрит конкурсная комиссия. Жюри будет смотреть на креативность, гармоничность, разнообразие рассады. Екатерина Постникова, Михаил Протасов, Волок ДРФ